Добрый день, дорогие братья и сестры! Сегодня мы с вами еще празднуем святочные дни, так они называются, от Рождества до Крещения Господня, святки в простонародье. К сожалению, очень часто у нас нет понимания сути этих великих святых дней. К сожалению, мы можем встретить, когда возможность общения и размышления о Боге, о Рождестве Христовом, о грядущем празднике Крещения, чтобы мы осмыслили суть и значение этих величайших праздников, мы уходим в сторону вообще от веры. Мало этого, что в сторону входим, а в какой-то степени, может быть, немножко будет это резко, вступаем в общение с иными силами, противными Богу. Я хочу сказать о традициях, которые вошли в жизнь простонародья, в жизнь нашего общества. Это традиции гадания. Вот очень странно, ведь эти традиции не христианские, они имеют корни языческого происхождения. Кто-то всю жизнь мечтает найти жениха. Это наиболее распространенная чума. Еще раз повторю, именно чума. Когда обращаются не к Богу, а к каким-то символам, то валенки бросают, то со свечой где-то водят, то на воду наговаривают. И вот здесь уже я хотел бы предупредить, дорогие мои, бойтесь этих вещей. Вот здесь как раз мы невидимо и не осознавая вступаем в общение со злыми силами. Под видом благовидным. Иногда не понимая, ну как же так? Так всегда на Руси было. Всегда ведь гадали. Да, такие традиции тоже порочные были. И в дореволюционное время с этими традициями боролись. Но мы-то живем уже в так называемом, может быть, иногда и в кавычках, просвещенном 21 веке. И в религиозном плане этот век должен быть просвещенным. Но хотя бы вы поинтересуетесь, узнаете, что такое Рождество, ради чего Христос приходил, ради чего Он крестился, почему мы принимаем крещение. И какие обеты с одной стороны мы даем, а с другой стороны, а какая польза для нас от святого крещения. Какую благодать и силу в крещении и в миропомазании мы получаем. Какая польза от святой воды, и особенно крещенской. Вот эти вопросы пусть больше вас интересуют. И это время, когда просто по-детски обратиться к Богу с молитвой. Зайдя иногда в храм, если у тебя нет времени, или ты не привык долго стоять, то хотя бы просто зайди, постой, помолчи, поставь свечу и немножко помолись. И ты почувствуешь с сердцем, что здесь ты получаешь гораздо большее духовное утешение, чем от эфемерного гадания и иных языческих обычаев. Храни вас Бог. Остерегайтесь от этой уж так называемой традиции, но не приводящей, а уводящей от добра и света и от Бога. Храни вас.